Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропу звёздную открыл. Сегодня пятница, а значит новый выпуск детской образовательной передачи «Серенга. Сохраним Байкал». Ой, а на улице холодно. Погнали! Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её. Юрий Алексеевич Гагарин Интересные факты! Все визиты Гагарина в Артек 23 сентября 1961 года С Германом Титовым вручал призы победителям игры «Снайпер». 10-18 июля 1962 года Гость второго всесоюзного пионерского слёта 13 августа 1963 года С Павлом Поповичем следили за космической эстафетой 13 августа 1964 года С генсеком Компартии Италии Пальмира Тольятти 18 июля 1965 года С космонавтом Владимиром Коваровым и Сергеем Королёвым На открытии центрального стадиона Артека 14 августа 1966 года С пограничником Карацупой На всесоюзном сборе юных друзей пограничников 20 июня 1967 года Последний артековский визит Гагарина Готовил космическую выставку во дворце Суксу Рубрика «Дедушка реки Селинга. Чёрное море» Полуостров Крым – жемчужина Чёрного моря И почти полностью омывается морем И соединяется с сушей Узким перекопским перешейком И Крымским мостом Население – 2 миллиона человек В урочище Артек На берегу реки Артек 16 июня 1925 года Появился международный детский центр Артек В советское время Артек Был визитной карточкой пионерской организации 18 марта 2014 года День воссоединения Крыма с Россией Добрый день, Сергей! Расскажите, чем вы занимаетесь? Здравствуйте, Игорь! Я руководитель Центра развития экологических инициатив «Сиетель» Это большая организация, у которой есть несколько разных проектов И которая, кроме своих проектов, пытается развивать инициативы разных обычных людей Школьников, студентов, просто обычных активистов На тему экологии Поделитесь вашими самыми неуспешными проектами У нас несколько проектов, которые были реализованы уже и можно как-то говорить об их итогах В прошлом году у нас был большой проект, назывался он «Школа общественного озеленения» Где мы собирали всех людей, которые занимаются у нас в городе посадками и озеленением И обучали их делать это правильно У нас были специальные преподаватели из университета, которые знают, как это делать И большое количество людей смогло научиться правильно сажать растения Правильно их выращивать и ухаживать за ними, чтобы у нас город был зеленый Какие проекты вы бы хотели реализовать в будущем? Вот здесь мы сейчас находимся в пункте приема Это такое место, куда люди приносят свое вторичное сырье То, что можно переработать, не выкидывая на свалку Он немножко у нас маленький, не хватает нам все время места, чтобы принимать все больше и больше отходов Частично все-таки людям приходится на свалку выбрасывать Поэтому в будущем у нас проект расширить этот пункт, чтобы он был большим, стационарным Чтобы там, кроме пункта приема, можно было организовать музеи мусора, магазин эко-товаров, эко-кафе Место, где бы люди могли собираться и общаться на экологические темы, друг друга обучать и просвещать Вот такой пример у нас есть план Как начинающий школьник может достичь вашего уровня в профессии? Ну, если он горит этой идеей, если ему нравятся вопросы, связанные с бережным отношением к природе То он может начинать просто с самых простых вещей С раздельного сбора Он, допустим, может дома отделять крышечки Крышечки сейчас очень много где принимают И сдавать их на переработку, самый простой вариант Крышечки, макулатура, бумага Какие пути решения экологических проблем вам видятся? Такой сложный вопрос Пути решения у нас все лежат через просвещение людей, я так считаю Чем больше грамотных людей будет вокруг в нашем обществе Тем быстрее мы найдем эти пути Какие направления науки требуют развития в сферах, которыми вы интересуетесь? Ну, основная сфера, которой мы сейчас занимаемся Это вторичная переработка ресурсов То, чтобы из того, что считается мусором, можно было сделать новый товар Чтобы он не выходил из цикла Дайте совет себе-школьнику, если бы была машина времени Себе-школьнику Присмотрись к себе внутри и почувствуй, чем тебе в жизни хочется заниматься Чтобы не тратить лишнее время на то, чем ты не будешь заниматься в жизни Задайте самому себе вопрос, который вас интересует Порассуждайте и сами же на него ответьте Сам себе вопрос Чем лично я могу помочь тому месту, где я живу? Вот такой вопрос Порассуждайте и ответите Будет примером для окружающих Чтобы они могли смотреть на тебя И повторять твой опыт Делать такие же поступки, совершать Тогда мир вокруг будет меняться в лучшую сторону Что люди и власти делали для того, чтобы отношение к природе становилось более бережным? И есть ли сейчас такое отношение? Оно, наверное, отношение может быть и есть Но в реалиях его не видно То есть не видно в Сочи Видно, что они Везде стоят у них мусорницы Пять раздельных видов Но это все было сделано к Олимпиаде Поэтому я не знаю, насколько оно функционирует Мы не вникали там в систему Обращения за скотами Поэтому ничего не могу сказать Вот в Москве Да, в Москве и Московской области Я знаю точно, что это работает Что региональные операторы отвечают За этот процесс И вплоть до того, что они там И штрафы накладывают И следят за тем, чтобы эта система вводилась Внедрялась и работала рационально Еще очень большая проблема у нас постоянно по Крыму С особо охраняемыми природными территориями В свое время В период Когда Крым был В составе Украины Эти территории успели Растянуть по Частной собственности И сейчас получается Странным образом Что внутри Особо охраняемыми природными территориями Есть части Территории Принадлежащие Частникам И на этом всегда Сложности получаются Так у нас с Фаровским парком вышло Что там начинается Ведется застройка Которая там не должно быть Которая нарушает все нормы Также у нас По территории Севастополя Частенько происходит Ну в общем Во многих частях Крыма Вопрос Особо охраняемыми природными территориями Стоит остро А в Крыму есть промышленные предприятия Которые загрязняют воздух У нас в Улан-Удэ Это ТЭЦ Хотелось бы узнать В Крыму или есть такие? У нас есть у нас И промышленные предприятия На севере Крыма Есть еще Содовый завод Завод Красок Армянский Есть Порта Порты у нас В Керчи В Севастополе Но По стоку поскоку Крым все-таки У нас Позиционируется Как рекреационная зона Наша основная Большая бета Это конечно Свалки и мусор На всей территории Крыма Сейчас нет ни одного мусоросортировочного комплекса Территория Крыма В принципе По площади Как территория Московской области В Московской области Их уже около 12 А у нас Пока нет ни одного Поэтому Вся наша двухпоточная система Которую нас уже ввели Она упирается В то Что второй бак Едет на ручную сортировку К оригинальному оператору В обычном ангаре Там их сортируют Нет никакой Производственной линии Когда нам будет Пока неизвестно Что нужно делать Властям То что зависит Именно от них Или что бы Вы сделали завтра Если бы стали мэром Или губернатором Ну вот У нас получается Замкнут цикл Чтобы заработала Мусоросортировка На предприятие Должно поступать Большой объем Вторичного сырья Чтобы он поступал Люди должны его доносить До контейнеров Ну то есть разделять Грубо говоря Но пока люди Не будут уверены в том Что их вторичное сырье Идет не на свалку А на перерабатывающие заводы Они не сортируют То есть сначала Нужно им поверить Что это все идет Куда надо А региональному оператору Который этим занимается Подтвердить Вот И ну как бы Не имея Нужных объемов Он не может подтвердить А люди не могут поверить Пока он не подтвердил Поэтому получается Замкнутое кольцо Чтобы его разорвать Нужно одновременно Бить с двух сторон Да Регионному оператору Заниматься просвещением Подтверждать Статус того Что вторичное сырье Перерабатывается Людям Просвещаться И доносить Его до контейнеров И рубрика Свободный микрофон Скажите Что бы вы хотели пожелать Нашим зрителям Егор делает Очень правильную вещь Смотрите его Удумывайтесь Повторяйте Делайте по-своему Но в этом же направлении И я хочу вам Уручить Небольшой Презент Подарок Ух ты Это наклеечка Спасибо огромное Магнитик на холодильник Историчных материалов Все Как мы любим Было приятно Иметь с вами дело Взаимно Спасибо До встречи Удачи Сегодня По плану У нас сдача Макулатуры Машина Еженедельно Собирает Макулатуру Тариф Один рубль За один килограмм Недорого Но зато Мы сэкономили Время У нас получилось Двадцать рублей За двадцать килограмм Сдавайте Макулатуру На спорте Центральному Спортивному Клубу Армии ЦСКА Исполняется Сто лет Сегодня У нас в гостях Настоящий Борец И армеец Поехали Добрый день Представьтесь пожалуйста Расскажите откуда вы родом Кривцов Сам Кемеров Выступаю За Московскую область Куб ЦСКА Уже тренируюсь там Восемь лет Выступаю В сентябре До 125 килограмм А сколько вам сейчас лет? Двадцать пять А со скольки лет вы занимаетесь спортом? Борьбой Всю жизнь занимался борьбой С шести-семи лет И так вот Начал заниматься А вот В каком возрасте У вас начало получаться И вы поняли Что у вас будут успехи В этом виде спорта? Наверное С самого детства Была мечта Которую до сих пор иду Это и мотивирует Меня заставляет Тренироваться Не обращать на обидные проигрыши Внимание Просто Приходить опять в зал И делать работу Если брать меня То Наверное На юношеской России Я Свой последний год На тупиковый Стал третьим Что Для Кемеровской области Тогда Для нас был Очень хорошим результатом И Тогда Наверное Я и Понял Что Можно Серьезно Заниматься борьбой Что У меня получается В этом деле А вот В каком возрасте Ваши сверстники Начали понимать Что с вами Лучше не связываться И вы Сильный парень В каком возрасте Сколько лет Не знаю Это у них Надо спросить То есть Драться на улице И в школе Вам не приходилось Да Драться нет Все В пределах Правил И еще Сколько раз Вы тренировались В возрасте 10-12 лет 10-12 лет Я Наверное Еще по одной Тренировке Но когда Были Это в связи Со школой Потому что Я учился И Школу Не пропускал А когда Каникулы Летние каникулы Это всегда По две тренировки Рядка И две тренировки Ага То есть Получается Вы сейчас Только Занимаетесь Спортом Да А ваши Первые Тренеры Кто были Мой первый Тренер Сравдан Андрей Николаевич С 6 До 12 Лет Потом Передал Мне Переехал В другой Город Он Передал Мне Другому Тренеру Секлецова Владимира Николаевича И Бухмилеш Сергеевич Которые После Меня Передали В Куб В Москву В ЦСКА Занимаетесь Обладатель Пуга Улепс Центральная Ордина Ельина Всехогущий Спортивный Куб Артем Гра СССР! СССР!